Девчонки, всем привет! С вами Леся. Выходные дни, конец недели и значит что? Значит у нас пустые баночки. Давайте посмотрим, что же у меня успело закончиться на этой неделе. Ну и начинаем по традиции, как всегда. Куда же без этого? Это у нас для волос серия от Ивраше для питания с овсом. Это у меня шампунь и это у меня два кондиционера. Вот так вот. Так вот это у меня закончилось. Такое вот трево получилось. Что в общем хочу сказать. Не первый раз были куплены и шампунь и кондиционер. Нравится приятный аромат, такой сладковат, растительный. И шампунь очень классный. Он хорошо промывает волосы. Бальзамчик этот кондиционер, он ну такой слабоватенький. Но если сравнивать с ним или без него, то конечно же лучше намного с ним, чем без него. Как-то вот так вот. Ну в принципе, хорошие продукты. С удовольствием воспользовалась. Далее, девчонки, для волос у меня закончилась саше. Это у нас от Хаск. Восстанавливающий шампунь плюс восстанавливающий кондиционер с органовым маслом. Вот такой вот саше. И от Джон Фрида. Это у нас шампунь и кондиционер для создания естественного объема. Почему я их показываю как-то так вместе, не рассказываю дельно про тот и тот продукт? Потому что в принципе они схожи. И так как я воспользовалась всего лишь один раз, я не могу, знаете, отчетливо заметить какую-то разницу между ними. Они в принципе практически работают одинаково. Единственное тут ароматы. Оба, кстати, продукта, вот здесь 10 мл, здесь 8 мл хватило, чтобы вот хорошо промыть волосы. Что там, что там, очень хорошее как бы пенообразование, очищение, кондиционера тоже, что там, что там хватило. Они хорошо разносятся, то есть этого объема хватает, чтобы как бы разнести по волосам достаточно. Поэтому я говорю, что они похоже работают. Единственное в ароматах и разница здесь вот органа. Я боялась, что будет приторно так вот пахнуть, но нет. Все-таки, знаете, органа дешевая, органа подороже. Она очень сильно отличается. Здесь даже какой-то цитрусовый аромат, какая-то цитрусовая нотка апельсина была. Джон Фрида я уже неоднократно говорила, что в принципе по действию мне эти продукты нравятся. Это марка, но мне очень нравится, как они пахнут. Я не могу даже охарактеризовать чем, но это какой-то такой запах, который потом на волосах остается. И он преследует постоянно вас, пока вы снова не помойте волосы. Он просто какой-то косметический, но для меня он очень неприятный. Поэтому я и не покупаю. Я как-то купила, да, Джон Фрида, если не ошибаюсь, филетовой серии. У меня был полный размер и, ну, вот как-то нет. И потом я пробники пробовала. Ну, не нравится мне по запаху они. Поэтому я и не беру полноразмеры. Далее, девчонки, закончилась от Биаре. Персиковый соблазн. Легкий аромат персиков. Это гель для душа. Очень большая такая вот банка. Это мне дарила Ари Туля. Василиса Прекрасная. В обмене посылочками надолго хватило. Этим гелем пользовался мой муж. И что он сказал? Нормально. Я не знаю, что от мужчины можно еще добиться, кроме слова нормально, если он не увлекается косметикой. Это вот, кстати, по поводу того, что многие думают, раз муж у него покупает косметику, он сам увлекается этой темой, разбирается, шарит хорошо, ему это интересно. Нет. Да просто он мне, своей жене, как говорится, делает приятно тем, что радует меня какими-то подарочками косметическими. Потому что, знаю, только это меня и цепляет. Сам для себя он не любит косметику покупать, пользоваться. Ей у него там базовый набор какой-то. Там гель для душа, теперь спирант, шампунь, мыло и все, наверное. Ну и что же по поводу этого геля для душа? Он сказал нормально по запаху, нормально по действию. В общем, все его устроило. Действительно, аромат сладкий персиков. Почему не пользовалась я? Потому что мне неинтересна азиатская косметика. Это для меня давным-давно пройденный этап. Я давным-давно все, что мне интересно было, попробовала. Сделала для себя вывод. И как-то сейчас уже не покупаю и не пользуюсь. Далее у меня от Ивраши закончился гель-гаммаж для душа лесная земляника. Очень люблю этот аромат. Замечательный запах. Для меня это запах сладкой клубники. Он не совсем натуральный. Все-таки он более как такой химозненький. Но он очень вкусный, аппетитный. И меня спрашивают, чем отличается просто гель от гель-гаммаж. Ну, потому что здесь скрабирующие частички. Они, по-моему, двух видов. Лайтовенький такой вариант очищения. Я использую локально, не на все тело. Мне нравятся эти гаммажи. Сейчас пользуюсь просто с другим ароматом. Замечательнейший продукт. Не раз уже покупала. Далее, девчонки, для лица маски. Закончилась. Использовала я маску для лица тканевого сифора. Это зеленый чай. Девочки, знаете, мне она очень понравилась. Очень. Она реально крутая. Я ее сделала. У меня практически были незаметные поры. А у меня реально поры, как слоны. Они очень заметны. Как-то лицо такое светлое стало. Посвежевшее такое. Я прям преобразилась на глазах. И в основном мне маски от сифоры не подходят. Они ничего не делают. Но именно эта она реально крутая. Далее закончилась у меня маска от Ивраше для сияния кожи с облепихой. Очень мне нравится эта маска. Она такая, знаете, как желеобразная. И она не пахнет облепихой. Это какой-то аромат. Я вначале думала, чем пахнет, чем пахнет. Это, кстати, мой второй тюбик. И потом я пришла к выводу, что это запах абрикос. Таких полуспелых. Ну вот мне очень нравится этот аромат. Спляет. И классная маска. Ее делаешь. И потом просто замечаешь, как кожа преображается. Она действительно более какая-то помолодевшая. Более какая-то такая, знаете, живая, что ли. Ну, очень хорошая маска. На мне она работает. Я с удовольствием пользуюсь. И это была повторная покупочка. Далее, девочки, крема для рук. И закончился у меня кремушек для рук от L'Occitane. Это Нироли и Орхидея. Нироли и Орхидея это мой самый любимый аромат. Вообще, который существует, который я когда-либо пробовала. Это тот случай, когда, знаете, если я долго не пользуюсь. То есть у меня духи, да. Долго не пользуюсь. Так же было и с этим кремом. То есть, ну, пользуюсь какими-то другими духами. Либо же, знаете, ничем не пользуюсь. А потом нанесла, и мне прям мурашки по коже. И дулы просто. Знаете, я в магазине так мне в бутике набрызгали на... Вот это вот у них там такие розочки, как оригами, да, сделаны. И они их духают. Это у них бестселлер. И я когда вдохнула, я просто вау, я пропала. И после этого я купила полный размер. Не сразу, но купила. Что могу сказать? Это самый мой любимый аромат. Я от него просто без ума. Но именно в креме для рук это too much. Это реально слишком. Потому что все-таки, знаете, постоянно ощущать, потому что это очень парфюмированный аромат. Он очень стойкий. Даже после того, как вы помойте руки, все равно он ощущается. И, ну, вот постоянно ощущать на руках аромат духов. Но это не совсем уместно. Тем более на руках, да. Мы руками можем что-то взять, там, выпить, покушать. Что-то вот даже, если плохо себя чувствуешь. Я, допустим, у меня такая проблема, я постоянно испытываю мигрени. Постоянно у меня болит голова. Ну, не постоянно, каждый день, но очень часто. И, ну, вот я как-то отказывала себе. Но руки-то все равно требуют, чтобы их намазали. В такие моменты я отказывала себе. Я не мазала руки. Либо же на ночь не всегда хочется такой раздражитель. Потому что это именно в креме для рук это даже некий раздражитель. Такой запах. Он очень яркий, очень стойкий. И несмотря, да, на то, что я очень люблю эти духи. Вообще мне аромат крема сводит с ума. Но вот все время для домашнего использования это слишком. Это было бы, знаете, круто, если вы идете на свидание, романтический вечер. Дополните образ, чтобы ручки так пахли. Возможно, вы работаете где-то в офисе на какой-то руководящей должности. Да, вот. Но это, вот, знаете, так дополняет образ. Но для домашнего использования это слишком-слишком. Но по качеству крем просто великолепный. Он увлажняет, он питает. И, девочки, знаете, когда-то я давно пользовалась обычными кремами для рук. По типу из Ашана. Там все рублей за 30. Ну, самый дешевый. Там и каждый день я покупала. Ну, просто самый дешевый. Когда, знаете, я не особо любила, да, косметику. Но не особо в ней разбиралась до того, как пришел в мою жизнь YouTube, да. И мои самые первые видео, они начинаются с бюджетной косметики. Самой-самой. И я тоже, возможно, не особо думала о том, что если купить очень дорогой крем, это хорошее вложение. Но это реально хорошее вложение. Потому что раньше у меня руки были просто так вот, смотришь, и не все потресканные были. То есть торчало мясо туда, все в крови. Это вот из первых видео. То там вот такой вот трэш и творился на руках. И после того, как какие-то я крема подороже открыла, а на зиму Локситан, это просто небо и земля. Если у вас реально какие-то проблемы с руками, я вас именно настойчиво прошу потратиться. И вы увидите просто колоссальную разницу, хороший результат. Ну, и после такого крема, очень яркого, мне, конечно, даже захотелся какой-то более нейтральный аромат. Нераздражающий, более какой-то небросающийся в мой нос, мои глаза, не знаю. Поэтому я достала вот такой вот кремчик от Локситан. Это у нас просто карите, здесь 20%. Он немножечко пожирнее этого идет. У него очень приятный, более нейтральный кремовый запах. Мне кажется, он никого не будет раздражать, он всем понравится. Он, ну, такой не мешающий, но при этом приятный. Я с удовольствием использовала этот крем. Он очень замечательный, просто, ну, супер-супер качество, великолепное. Девочки, это все, что закончилось у меня на этой неделе. Хотела с вами поделиться своими отзывами. Если вы что-то пробовали из-за этого, либо же у вас есть какой-то совет, возможно, что мне стоит купить, что мне будет интересно. Я всегда рада с вами пообщаться. Всем пока! С вами была Леся. Пишите!